В минувшие выходные мини-полигон твердых коммунальных отходов в лесополосе деревни Костыч и Брестского района перестал существовать. На полутора гектарах рекультивированных земель сотрудники городских и областных природоохранных структур вместе с представителями мусороперерабатывающего завода высадили порядка пяти тысяч саженцев сосны. Чем складировать эти свалки несанкционированные, потому что все равно иногда люди, когда привозят на данные объекты свои отходы, они порой не вывозят в центр, а где-нибудь сбоку чаще всего это все складируют. И получается нам приходится вызывать свою технику непосредственно с завода, где она и так загружена на 100%. Приходится вывозить даже данную технику на мини-полигоны и здесь уже приводить порядок. До нынешнего дня в Брестском районе официально зарегистрировано 9 мини-полигонов и 3 полигона по складированию твердых коммунальных отходов. Сегодня главная задача коммунальников и экологов постепенно избавиться от всех свалок. Мощности Брестского мусороперерабатывающего завода растут, что дает возможность эффективнее справляться с переработкой отходов. Часть рекультивированных участков перейдет в фонд лесного хозяйства, часть в земли запаса. Максимально уйти от мини-полигонов, то есть сократить, а то и ликвидировать их. Что хорошо, то что мусороперерабатывающий завод принял, ну скажем, есть возможность все отходы, как города Бреста, Брестского района, Жабенковского района забирать именно на завод, сортировать. Это опять же уменьшается объемы отходов. И второе, скажем, уйти от, ну скажем, мелких, ну скажем, мини-полигонов, где сортировка отходов в принципе не происходит. Мини-полигоны это не те места, куда могут вывозить свои отходы. Сейчас уже достаточно по Бресту и приемных пунктов, чтобы привезти свои как строительные отходы, как крупногабаритные отходы. Мы работаем с каждым жителем, заключая индивидуальные договора. Вот, поэтому мы забираем все отходы, которые образуются у населения. Также по городу есть специальные установленные места, где устанавливаются контейнеры для крупногабаритных отходов, есть приемные пункты для приема строительных отходов. Поэтому нет необходимости вот развивать вот эти мини-полигоны, которые абсолютно нашей природе не приносят никакой пользы. Частью лесного хозяйства, а расположен участок на территории Чернавческого лесничества, рекультивированные земли станут не скоро. Процесс передачи длительный и занимает до семи лет. Ясно одно, процесс ликвидации мини-полигонов идет, а значит нагрузка на экологию снижается. Ирина Альшева, Андрей Щербан, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...